Здравствуйте! В прямом эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях в Чувашии прямо сейчас в студии Татьяна Трофимова. На утро 9 апреля в Чувашии 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент выздоровел. Сейчас в больнице скорой медицинской помощи и в Новочебоксарской городской больнице проходит лечение 18 человек. Возраст пациентов от 25 до 60 лет. Состояние 14 пациентов легкой и средней тяжести. Стабильное. 4 пациента в тяжелом состоянии. На кислородной поддержке. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если не введенные ограничения носили рекомендательный характер, то сейчас они обязательно для исполнения, подчеркнул вице-премьер. Большинство вопросов были на тему перемещения по городу, райцентрам. Какие документы нужно иметь с собой для предъявления патрульным группам? Будут ли привлекать к ответственности за выезд к родственникам, за которыми нужен уход и многие другие важные вопросы? И, конечно, жители волнуют оперативная обстановка в регионе в связи с пандемией. У 19 человек подтверждена коронавирусная инфекция. То есть изо дня в день прибавляются случаи. Из этих 19 человек один человек выписан с выздоровлением. Дополнительно мы ожидаем буквально на днях подтверждения либо опровержения еще порядка у 16 граждан. Малый бизнес несет потери. По этому поводу тоже было немало звонков. Индивидуальные предприниматели, например, владельцы парикмахерских и салонов красоты, рассчитывают на поддержку государства. Да, безусловно, данная отрасль сферы деятельности попала наиболее пострадавшей от коронавируса в связи с закрытием. И, соответственно, весь перечень, который сейчас принят по формам поддержки на федеральном уровне, и тот перечень поддержки, который будет доработан буквально в ближайшее время на региональном уровне, он будет распространяться на салоны красоты, парикмахерские, ну и иные предприятия этой сферы. Как всегда было много вопросов по социальным выплатам, помощи пожилым на дому, дистанционному обучению, оплате за вынужденные выходные. Подробнее об этом в наших следующих выпусках. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. Еще один вопрос, который прозвучал на прямой линии, коснулся работы мобильных групп в муниципалитетах. Одна из жительниц Красных Читай пожаловалась, что в районном центре не соблюдаются элементарные меры безопасности. И все, и взрослые, и дети гуляют на улицах. Вот что сказал по этому поводу временно исполняющий обязанности главы администрации Красночитайского района Игорь Живоев. Да, действительно, на 8 число мы полностью, значит, разъяснительную работу провели, но акты не составляли, потому что первый раз люди могли и не знать. А сегодня уже вот именно определенные требования, определенные меры будем принимать отношения тех людей, которые самовольно будут гулять без всяких разрешений. Также, которым необходимо идти на работу, значит, специальные ставки выдали всем. Здесь тоже эта работа ведется, определенная форма вопроса. Я думаю, такой проблемы, наверное, не будет. На сегодняшний день у нас 285 человек, которые прибыли из других регионов, и 4 человека, которые стоят на самоизоляции, это прибывшие из-за границы, да? А 285, которые из других регионов, они на учете, они тоже должны находиться в течение 14 дней дома на самоизоляции. Вот это вопрос, полный контроль, ежедневно мы проводим мониторинг. Прогулки по улицам без уважительных причин могут обернуться штрафом до 30 тысяч рублей. Санкции предусмотрены за нарушение правил поведения при действующем режиме повышенной готовности, который с 18 марта введен и в Чувашии. Покидать места проживания можно только по нескольким причинам. Если понадобилась экстренная помощь, нужно в ближайший магазин, аптеку навестить пожилых, либо людей, нуждающихся в уходе, и выгулять собаку, но не дальше 100 метров от дома. Все остальные действия в условиях режима повышенной готовности под запретом. Гражданам рекомендовано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, даже в общественном транспорте. Кстати, правила самоизоляции не применяются к руководителям и работникам органов власти, служб жизнеобеспечения и предприятиям, оказывающим прямое влияние на экономику региона. Но в последнем пункте оговорка. Сотрудникам должны быть выданы справки, по которым они и смогут добираться до рабочего места. Нарушителям режима повышенной готовности грозят предупреждения, либо административные штрафы для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении правил штрафные санкции увеличатся вдвое, а организации грозит и приостановление деятельности до 90 суток. Сейчас соблюдение приказа в Рио главы региона контролируют сотрудники полиции и мобильные группы администрации муниципалитетов. Протоколы, составленные на правонарушителей, рассматривают мировые судьи, которым также не запрещено появляться на своем рабочем месте. Дмитрий Ковалев, Республика. Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев усилил контроль за реализацией национальных проектов в Чувашии. Совещание по строительству очистных сооружений в поселке Вурнары прошло сегодня в Доме правительства Республики. Занимательный час марафона открытых эфиров с таким названием стартовал в столице Чувашии. Он запущен специально для школьников, которые занимаются дома. Мы рады приветствовать вас на марафоне открытых эфиров. Сейчас очень важно, чтобы каждый из вас, каждый мальчишка, каждая девчоночка находилась дома в безопасности. Каждое утро дистанционные участники марафона начинают зарядки. В 7.30 профессиональные спортсмены показывают комплекс упражнений. Педагоги, психологи, музыканты. В отведенное для них время в 2 и 3 часа дня интересные люди в прямом эфире будут разговаривать со школьниками. Сегодня у нас в эфире час КВН и час детского психолога. В другие дни вас ожидают час музея, час спорта, мастер-классы, игр-часы и учебные часы для старшеклассников. Это решаем ЕГЭ и УГЭ. Параллельно с марафоном стартует и творческий конкурс «Звездный час». Вокал, хореография, оригинальные и литературные жанры. В конкурсе несколько номинаций. Участникам нужно записать трехминутное видео и отправить в управление образования города Чебоксары. Голосовать за них можно там же на сайте. Победителей ждут призы и подарки. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 15.00. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин